Сегодня у нас есть возможность повторить основные мысли из прошлого урока, который был 12 декабря. Урок назывался «Позвещая наступление Царства». «Не должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». Это ведущая мысль нашего урока. Это примечание говорит, что торжественный въезд Христа в Иерусалим был лишь отдаленным подобием Его пришествия на облаках небесных, в силе и славе с ликующими ангелами и радующимися святыми. То, что мы с вами будем исследовать, это тень того, что должно произойти в будущем. И эти уроки показывают нам такие основные моменты, на которые мы должны обратить внимание и приготовиться к этому событию. И когда мы будем исследовать уроки, мы увидим, что есть две категории людей. Одни радовались, другие злились. Весь вопрос стоит в том, в какой категории будем мы. Мы будем рады, что идет Господь, или мы будем агрессивны, будем недовольны и проявлять себя именно с другой стороны. Повторительные вопросы на странице 63. Первый вопрос спрашивает, что было великой целью жизни Иисуса? Что мы для себя подметили? Кто желает отвечать, может включить микрофон и поделиться мыслями. Что было великой целью жизни Иисуса? Была ли у Него цель? Если была, то какая она? Кто желает первый? Уверенней? Цель Иисуса была в жизни, в этой жизни, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих людей. И стихи нам говорят, что моя пища есть творить волю Творца. Он пришел на эту землю, чтобы творить волю своего Отца. Благодарность сестра. То есть, видим, была определенная цель. Он не пришел с какими-то размытыми планами, но была конкретная цель, куда он шел, зачем он шел, для чего он шел. И он и шел именно, как пишет, исполнить волю Отца. То есть, я же не свою волю не делал, то, что ему заблагорассудится, или что придет в голову, или какие у него чувства будут на этот момент. Но был четкий план. И цель была спасти человечество. Отдать свою жизнь и показать пример, какими мы должны быть, и открыть характер Бога. Можно брать? Да, Георгий. У меня связь не такая хорошая, поэтому только на звуковое. Смотрите, это так. И 12 глава Евангелия Иоанна заканчивает именно с этого. Что я заповедь получил от своего Отца. До такой степени глубокое желание Отца вернуть своих чудо. И 13 глава Евангелия Иоанна показывает глубокой любви Иисуса Христа, который говорит, что Он до конца их возлюбил. Это основные моменты. Все мы это знаем. Но если что-то большее от этого. И Элон Уайт рассуждал на этот вопрос. И первая голова, она заканчивает. Он не только вернуть нам к Отца. Он делает что-то большее. Что дает возможности. Мы имеем участие в божественной естественности. За это рассуждали апостол Петра, 2 Петра, 1 глава, 4 стих. И апостол Павел в послании Эфицианов, 3 глава, 19 стих, когда говорит, что мы имеем единение с божественностью слов. Христос поэтому и воплотился. И останется с этой прославленной человеческой природой, чтобы нам даст вход в божественные отношения. Глубокие. Мы не будем такие, какие были в сотворении. Мы будем другие. Вот это настоящий капнеш. И именно поэтому Иссаканас завидует эта такая степень. Вот и все, о которой хотелось. Благодарность. Если еще есть мысли. Если нет, следуем дальше. Второй вопрос обращает наше внимание на то, что произошло с Лазарем. Как воскресение Лазаря ускорило грядущее царство? То есть произошло событие, которое что-то ускорило. Каким образом? Как это вообще повлияло на то, что должно было произойти? Кто для себя подметил? Пожалуйста. Активней. Как воскресение Лазаря ускорило грядущее царство? Как бы акцент ставится, как люди вообще отреагировали? Как они смотрели на это событие? Сколько категорий людей было? И как они отнеслись к этому событию? Внажды фарисеи говорили Иисусу. Сделай чудо, и мы поверим в Тебе. Помните, что Иисус ответил? Даже если из мертвых кто-то воскреснет, все равно не поверите. Ольга, желаете ответить? Можно? Мы ставим примечание, что многих свидетельств воскресения Лазаря это чудо побудило поверить в Иисуса. Но священники еще сильнее возненавидели Его. То есть это и есть тот момент, что это ускорило на самом деле грядущее царство. Вот тот момент, что Христос это сделал, и они настолько с этого времени, вот еще больше в них возгорелась эта ненависть, что Он совершил такое чудо, и Он привлек к себе такое внимание, и Он отвлек внимание людей от них, от ихних предписаний. И это был, так сказать, можно так сказать, толчком к их действиям уже для того, чтобы приготовить план, как его уничтожить. Спасибо. Интересный момент. Иисус делает чудо, чтобы люди поверили. Господь делал чудеса в Египте, чтобы фараон смягчился и поверил. Мы видим, что те люди, которые желают верить, действительно их сердца смягчаются. А те люди, которые не желают верить, то они ожесточаются. И видим, чем больше чудес творил Господь, чем больше чудес творил Иисус уже в Новом Завете, то те люди, которые были ожесточены, они еще больше ожесточались. Они еще больше Его ненавидели и строили коварные планы, чтобы убить, уничтожить, чтобы Его не было, только чтобы не было этого влияния, которое оказывал Господь на окружающих людей. Но была и вторая категория людей, которая верила, которая ободрялась, которая славила Господа. И видим, что эти две категории будут до пришествия Христа. И одно и то же событие, но реакция совсем другая. Видим, что люди слышат Слово Божье, одни ожесточаются, а другие смягчаются. Если позволишь, брат, хотел добавить. Пожалуйста. Сестра очень правильно осуществляет эта группа врагов, потому что она именно сделала в основный момент ускорение этот процесс, сколько это ни парадоксально не звучало. Но там есть очень тонкий момент. В этой группе есть и саддуки, есть и фарисеи, есть и ерудианы. Ну, нас интересны первые две группы. Фарисеи верили в воскресенье. Несмотря на то, что за них это было действительно, они были ошивлены. Но в саддуке попали ужасные капканы. Когда была ситуация в воскресенье дочка Ира, ну, он сам сказал, что она спала, вероятно, она спала. Мы знаем, и древние пророки что-то подобное делают. Когда был за сын Давицынаина, ну, он скоро умер. Вероятно, что-то там не такое чудо. Когда было случай с Лазарем, четыре дни в грубо. Это уже другой момент. И все были свидетели на этот процесс. Саддукеи не верили в воскресенье. А в это же время председательство Синедриона был Саддукеи. В общем, они были правящие клика. Именно поэтому они пошли и на эти дела. Фарисеи до этого же времени, сколько лица с зубами, так не скребутся ли, они до этого не дошли. Саддукеи были основные инициаторы. И по этому же начинку они содействовали на этот процесс. Имейте это вид. Спасибо. Да, благодарность. Если больше нет дополнений, то следуем дальше. И третий вопрос. Спрашивает, как триумфальный въезд Иисуса должен был убедить души относительно Его божественности? То есть Иисус езжает в Иерусалим. Не просто заходит, но что-то особенное происходит. И вот как это вообще убедило людей, что Он не просто человек, а обладает какой-то божественной властью или божественной полномочиями здесь, на земле. Кто желает развить эту мысль? Третий раздел нашего урока. Попробую я немножко, что мне приятно. Мы видим, что в земной жизни Иисус никогда не делал такие торжественные собрания или как бы въезды. Никогда не делал, потому что Он знал, что этот торжественный въезд приведет его к крестному страданию. Потому что, когда вот этот въезд в Иерусалим, это показывало, что люди все, очень много было людей собрано там. И всех тех, которые Он исцелял, Он воскрешал. Все с таким благодарением они прославляли Его. Его въезд был такой торжественный. И все люди видели Его дела, что Он сотворил, что Он действительно является Сыном Божиим. И в Климечане также написано, что эти собрания были связаны тем, что запечатлеть в людях в сознании людей Иисуса Христа. И после Его распятия многие вспомнят об этих событиях, связанных с Его судом и смертью. И они обратятся к пророчеству и убедятся, что Иисус был Мессией. И во всех странах возрастет число обращенных вере. мы видим, что даже после Его страдания, после Его жертвы, многие обратятся к пророчеству, увидят, что Он был действительно Сыном Божиим и обратятся к Нему с верой. Вот это то, что у меня в мыслях. Благодарность. Еще, если есть желающие. Да. Это очень правильно, которое сестра сказала. Есть один момент, который я хотел добавить. А именно, Христос не первый раз идет в Иерусалим. Этот же раз. И каждый раз Он шел своими ногами. Этот же раз Он оставил Петер, чтобы и надо ему привезти ослица. Нам на первый раз это сторится, что столько с этого. Но так входили царей в Иерусалим. Это до такой степени подразнило. И имея в виду, что учеников шли вперед. Дети его прославляли. И там был именно воскрешевший лазер. Вот это вбестило в полностью саддукеях. Они видели ходящее опровержение их фальшивой теории, что воскресенье не существует. И в это же времени видеть и шлицарь, который на осел ходит в Иерусалим. Вот это было, как говорится, подписано смертное присудо сразу. А благодарность? Еще одна мысль, то, что это самое я пропустила. мы видим, когда это было такое торжественное въезд в Иерусалим, то священники, они видели, что даже они как бы звоночек дали в храме своем, чтобы собрались люди, но очень мало людей туда пошло. Они видели, что и сказали, что весь мир идет за ним, за Иисусом Христом. И они очень как бы взбесились или другим словом. Проявляли агрессию, недовольство. Да, недовольство, да. Видим опять две категории людей, одни кричали «Асана», одни радовались, и видим, что в этой категории людей были именно люди, которые были исцелены, что немые и глухие славили Бога, хромые скакали, прыгали, радовались, парализованные держали пальмовые ветви, и видим, что это чудо было явным, и люди радовались, что именно такой царь может быть у них. Но они не понимали действительно, для чего пришел Иисус. Они понимали, что Он может воцариться, и ученики именно к этому клонили народ и сами к этому стремились. Но примечание говорит, что когда они обратятся к пророчеству и убедятся, что Иисус был Мессией, что было так предсказано, и это было пророчество о том, что Господь должен был именно таким образом прийти в Иерусалим. Если еще есть дополнение. Если нет, следуем дальше. Следующий вопрос, четвертый. Что было результатом очищения храма, совершенного Иисусом во второй раз? То есть Иисус заходит в Иерусалим, приходит в храм, и Он нечто видит. Как Он реагирует на то, что происходит в этом храм? Если можно здесь говориться о том, что когда Христос въехал в Иерусалим, то направился в храм, и придя в храм, Он увидел в принципе ту же самую картину, которую Он видел и намного раньше. Опять были скот, были эти столы именовщиков, опять шла буйная торговля, в принципе ничего не изменилось. И Христос, как здесь описано, произвел второе очищение храма. Опять же, эти люди бежали из этого храма, и опять же, убежав оттуда, они остановившись начали размышлять, почему они второй раз позорно бежали. И это еще больше как бы их возбудило к тому, чтобы действительно составить какие-то конкретные планы по поводу, как убить Христа. Потому что предыдущий вопрос нам также говорит о том, что священники говорили Христу и ученикам, запретили, чтобы народ не говорил, что Асана сына Давидова. На что Христос сказал, что я не могу этого сделать. а также как бы там еще усматривается третья категория людей, которая спрашивала, кто сей. То есть были люди, которые, я понимаю, что их не интересовали ни Саддуки, ни сторона Христа. Они вообще жили просто обычной своей жизнью. И вот когда Христос въехал, то для них было интересно, кто же это такой, кто ехал на этом осле. И почему такой шум в городе. Но в принципе здесь как бы насколько я понимаю все эти уроки нам говорят о том, что все действия, которые происходили уже со Христом в эти последние дни, они именно все больше и больше убеждали священника и фарисея, что они должны избавиться от него чем быстрее, тем лучше. То есть любое его действие было в их глазах именно как бы мысль о том, как избавиться от Христа. И все. Благодарность. Еще я могу видеть в этой категории людей торговцев, потому что там проходил торговый путь через Иерусалим в Египет и были люди из других народов, которые шли мимо и может быть они в первый раз столкнулись с таким событием и задавали вопрос кто сей. Еще есть дополнение? Да, только два момента. Христос ясно заявил, вы сделали дома моего отца дом разбойнический, как разбойнический, я не знаю по-русски, как самое низкое мерзкое место. И это первое. Второе. Он объявил официально внутри во храмах сына отца, то есть его отец Бог. Это все слышали все эти фарисеи. И когда говорите старовать, что свет его скромные одежды, все они разбежались. Но не только за это. В его руках стояли веревки, которые там завязывались с этими животными. И с этими веревками, я раньше думаю, что они разговаривали, это было очень жутко за них обидно. Так наказывали ослов. Это несказательно. За то, что они никак не увидели своего Создателя, никогда не подали правильный вес до народ, кто является сам Иисус. Он выгонил их в руках держа имени эти веревки. Вот такие. Вы поняли, что хотел объяснить. Да, да, мы поняли. Я смотрел, что такое вертеп разбойников. Это место, куда сносили все награбленное, и там они веселились, и как бы вели такой образ жизни, пьянки, и так далее. Это про образы севремешного меняла. То есть все финансовые системы, которые новый мировой порядок сейчас имеют, все эти святовные валюты и все остальное. Стыд не от основы. От времени, несколько тысяч лет тому назад, барухов, и так далее. Христос это ненавидел, потому что мы знаем, что они продавали очень дороже и маленькие голубей, и птички вообще, тем более животные, которые пожертвованы. Бедных людей не имели ничего, с чем прийти, покупать и принести жертвы. Они просто издевались на птички. А видим, что акцент был смещен. Иисус говорит, что дом молитвы, дом молитвы наречется, вы сделали домом торгового. То есть вообще другое предназначение было для этого места. Иисус также говорит, что вы храм Бога живого. И когда Иисус приходит в этот храм, то первое, что он делает, он желает его очистить. И вот это он сделал, когда начал свое служение, первый раз он очистил храм. Когда уже заканчивал свое служение, он также сделал очищение храма. То есть видим, что Иисус приходит с одной целью, чтобы действительно очистить храм, не только физически, но и храм нашей души, чтобы мы понимали наше предназначение, нашу цель и для чего мы живем здесь на земле. Если еще есть дополнение. Да, я хотел бы, что касается этих хромовых животных, которых продавали, я сейчас точно не скажу, где написано, но писалось о том, что цены на них были завышены, как брат сказал, а второе, что даже если человек приносил или же приводил свое животное, они его забраковывали, то есть они находили какой-то изъян, а если находили изъян, то значит это животное не могло быть принесено в жертву, и соответственно они ему продавали опять свое, то есть вся вот эта, как ты правильно сказал, вертеп разбойников, как бы что оно обозначает, действительно вся вот эта вот церемония, которая проходила в этом дворе, она была именно направлена на то, чтобы выманить как можно больше денег у людей, то есть их не интересовало ни само служение, ни как бы символы этого служения, их интересовала именно вот эта прибыль, и поэтому когда Христос туда приходил, конечно он был возмущен вот этим всем, всеми этими делами, которые там делались. И все. Получилось, что они грабили народ, но люди не получали того духовного мира с Богом, который они должны были получать. Вроде жертвы приносят, вроде жертвуют, и в храм приходят, но того мира они не имели, потому что это отношение, вот это несправедливость, это торговля, она убивала все духовное внутри, люди как бы отвращались от Бога, и это переходило в обряд форму, но не в какое-то служение от всего сердца. Если нет больше дополнений, остался еще один вопрос, заключительный. Как ясная картина была представлена священникам и правителям через притчу о винограднике, как они отреагировали? Иногда Иисус говорил явно, прямо, но иногда Он использовал притчи. И умный человек поймет, а глупый не поймет. Люди, которые Его слушали, должны были понять, о чем идет речь. Кто бы желал разбить эту мысль, что это за притча и реакция людей какова была. И я споделю свои размышления. Эти моменты, имея в виду и других Евангелия, Он однозначно разубличил сущности фарисеев, называя их гробов, полные смертвежки и костей и так далее, и так далее. Я думаю, что вы прекрасно знаете Материя, 23-я голова, все эти описания. Он был очень честный, праволинейный, но с болью в своей сердце разобличал все эти фальшивые учители народа. Этот же момент, когда они уже были готовы в своей сердце его убить, он рассказал это пришли однозначно, показывая, что они готовятся. Он открыл их сердце. Это были знаки, сигнал, что он заочередный раз читает открытые книги, что они за его думают и как они готовят его к погиблим. И это был последний отцовский апелл, остановитесь, не делайте этого. они этого не приняли за себя. Это большое сожалению. Мы надо иметь в виду все эти изобличения, которые сейчас сказали по фарисеев, по саддукеев. Это относимо, как это я хорошо сказал, с нашей духовной состоянии. Господь хочет учистить наш духовный мир, он хочет учистить наше сердце, сделать его чистый храм за свое присутствие, свой благий дух. И если мы этого не принимаем, мы являемся точно таких убийцей. Мы в принципе заради наших грехов он был рассмат. Но если мы покаемся и изуставим эти пути, нам будет простенно. В другом случае мы будем точно причислять к этой убийце сознательным. Спасибо. Благодарность. Еще если есть мысли дополнения. то есть в каком состоянии находились фарисеи и саддукеи. Какие они планы вынашивали. Вынашивали, чтобы убить Иисуса. Иисус пытается остановить их, пытается остановить их от греха, от неправильного поступка. И он поэтому рассказывает эту притчу, что Господь дал все, создал все условия для того, чтобы они приносили плоды. Но когда пришел сам Господь, то вместо того, чтобы принести плоды, они имели другие планы. Убить и завладеть этим виноградником. То есть в чем была злость фарисеев? Что они теряли влияние над народом и все влияние переходило Иисусу. Именно это был основной аргумент, почему они хотели убить его. Что они теряли этот взгляд. Почему Иисус циволанин был предан? Когое поцелуи до кествиям? Если я вам пропали, брат Виктор. Вы пропали и не закончили свою мысль. Хорошо, если брат не возвращается, то есть мы с вами увидели это событие как бы изнутри. Как это влияет на тех людей, которые были очевидцами и как это должно влиять на нас. Иисус всегда пытается остановить нас от неправильных поступков, чтобы мы не оказались в той категории людей, которые сделают что-то против Господа. И видим, что Иисус рассказав эту притчу, показал, что произойдет с этими людьми, что произойдет с людьми, которые Божьи считают своей собственностью и не желают воздать славу Богу, не желают принести плоды Богу, а пытаются наоборот себе приписать эту славу, эти почести и пользоваться этими плодами как своими личными. Поэтому Господь говорит, что в этой притче, что послал войска или послал слуг, которые пришли и предали жестокой смерти этих управителей, которым был доверен виноградник. Господь не желает, чтобы мы были в этой категории людей, но чтобы мы могли действительно понимать, что все принадлежит Господу, а мы всего лишь управители. какие управители каждый будет решать лично. Еще хотел кое-что добавить, брат, если позволишь. Пожалуйста. Была и вторая часть мысля Господа Иисуса Христа, что с это дело, если они решат убить сына владельца, этот виноград придет другими руками. Это все равно значит, вы потеряете и свой народ, и свое святое предназначение. Я вас извел как народ, который возвышает моя правда. Если вы это сделаете, вы все этого потеряете и сами себе погубите. Они, конечно, это сделали, и мы знаем, как они затвердели, когда перед Пилатой говорили, его крови пусть будет на нас и на наши чудо до века. Вот это страшное клетвое мы видим, еврейский народ в физическом виде и плане, на каких страданий до сегодняшнего дня был просто подложен. Не только за этого, конечно, и за много других вещей в прошлое. Это хотел добавить. Благодарность. Видим, что эта притча можно лично отнести к человеку, лично к церкви и в общем и в личностном плане. То есть, если не приносим плодов, то результат будет таким же. Благодарность всем, кто теперь у нас есть возможность следовать дальше, изучить новый урок, который разворачивает следующие события, которые произошли в жизни Иисуса, и служение проведет молодой брат Евгений Аузя. Пожалуйста. Слышно меня? Да, хорошо слышно. Видно, слышно. Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры. Для меня это первый опыт в таком формате проводить субботнюю школу, но хотел бы воздать благодарность Богу за эту возможность хоть в таком виде, но все равно собираться и рассуждать над духовными темами. Мы будем продолжать изучение наших духовных тем из уроков, которые записаны в книге апостола Марка. Это одна из заключительных тем сегодня у нас, это тема двенадцатая под названием «Оставленный другом и врагом». И ведущий текст и ведущее примечание гласит «Тогда оставив его, все бежали. Сын Божий терпел скорби, был презираем и отвергаем. Он был мужем скорбей, изведавшим болезни и горести. Величие неба вынужден был снова и снова покидать место своих трудов, потому что сатана жалил его в питу. В конце концов, злоба сатаны достигла наивысшей точки, когда он вдохновил нечестивых людей распять Христа и руководил ими в этом преступлении. Такой интересный урок, в котором мы будем изучать предательства всевозможные от самых близких, кто находится рядом с нами, и до людей, которые отдаленно находятся, которые просто приближенные, знакомые и вообще чужие. Для начала я бы хотел задать вопрос, испытывали ли вы или чувствовали ли вы когда-нибудь предательство в своей жизни? Это может быть со стороны наших друзей, это может быть со стороны, я думаю, что могут даже более лучше понять родители, те, которые имеют детей, со стороны своих детей, в каком-то смысле родители хотят одного, а дети делают по-другому и предают их. Кто ощущал на себе вот это чувство, что вас предали, вас оставили, отвергли? Наверное, все такое переживали. Я думаю, что один раз в своей жизни было такое у каждого. И со стороны детей, и со стороны каждого из нас, даже и мы, наверное, поступали когда-то так нечестно, несправедливо, будь то с родителями, будь то с кем, кто нас окружает. И также и каждый на себе испытал предательство или со стороны друзей, или со стороны детей уже. Это больно. благодарность. Я также думаю, что в какой-то степени, кто в большей степени прочувствовал это на себе, кто в меньшей, конечно, кто менее восприимчив к этому, но испытывали мы все это чувство, и это не самое приятное чувство, которое мы можем испытывать. И сейчас в этом уроке я хотел бы поразмышлять о том, что чувствовал наш Христос, наш Творец, наш Создатель, когда его творение и те, кто принимали его, а те, кто не принимали его, когда они его отвергали. И первое подзаглавие у нас под названием «Преданный другом». Это всем известная история. Я думаю, эту историю даже знают даже те, кто никогда не читал Библию. История предательства Иуды. И вопрос «Как Иуда предал Иисуса?» Если можно, здесь по стихам говорится, что Иуда пошел к первосвященникам и сказал, что он предаст его. Как бы он сказал им, что он предаст его. Священники обрадовались. Спросили или же предложили ему там определенные деньги, серебряники те, которые он должен был получить. И он говорит о том, что поведет этих людей и даст им знак, кого он поцелует. Тот он и есть. У меня как бы появились такие мысли, что неужели эти люди, которые пошли с Иудой, не знали, кто есть Христос. Но с другой стороны, как бы это было дело ночи, может быть, они могли обознаться, поэтому Иуда четко сказал, что кого я поцелую, того и берите. А в то же самое время здесь просматривается еще такой важный момент, что Иуда давно вынашивал эту мысль. Мысль не в том, чтобы предать Христа, а именно в том, чтобы получить выгоду от того, что он находится со Христом. Потому что когда-то было сказано ему о том, что лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сын человеческий не имеет ничего. Но Иуда как человек, который был более грамотный и он себя считал, что он может как бы вести там денежные какие-то операции, то говорится, что он отказался оставить мир ради Христа и в то же самое время у него была поверхностная религия и поэтому он старался извлечь выгоду из своего учителя и предал его священникам, будучи абсолютно уверен, что Христос не позволит, чтобы его арестовали. То есть он не один раз видел эти моменты, что Христос находился в опасности, его готовы были и со скалы сбросить, и камнями побить, но он каким-то образом уходил от всего этого. Он думает, что в этот раз я извлеку выгоду, я просто предам Христа, возьму деньги, Христос сам себя освободит и ну как бы все будут у всех будет все хорошо. Вот такие мысли были и у Иуды, когда он задумал предавать Христа. у меня все. Да, благодарность. Вменьши дополнения. Если позволишь, Брят. Да, пожалуйста. Я хочу дополнение немножко другого угла. Давным-давно Юда предал в своей сердце Иисуса вообще не хотели преобразиться в этот образ, в этой директрисе духовный мир, который Иисус очень. Он был очень огорчен, когда видел, что Христос не принял, чтобы сцариться. И с это действие, как и докторство нас учит, он хотел ускорить это дело. Будет убеден, что в будущее, когда уже Иисус примет решение, конечно, как брат ясно сказал, что он не примет, что будет арестован, он поведет свой народ и так далее, Иисус ему будет благодарен. И он будет впереди даже трех любимых учеников Петер, Иоанн и Яков. В этом живет плане были очень по-человечески, по-плоцки, очень давновинные планы Юда что-то сделает, чтобы без движок во дело Иисуса, потому что по его точке зрения, оно не движется в правильной посоке. Представляете, какая аргентность? Это мы можем будем любой из нас такой Юда шагать перед Иисуса, а не за Его, где самая большая проблема. Он видел своими глазами чудеса, он поддался на это, он тоже лечил, он почувствовал благости Божьего Духа, но он не хотел идти в этом пути, хотел просто рулить все от своей точки зрения. Вот и мы это делаем много раз. Да, благодарность. Именно это тоже я хотел подметить, что я когда изучал урок и изучал эту историю предательства, то на первый взгляд, если прочесть эту историю, то она кажется довольно-таки противоречивой, потому что когда Иуда, как бы можно сказать, что он преследовал денежные цели, финансовые, как бы разбогатеть в какой-то области, но с другой стороны, когда это все случилось, он также легко и расстался с этими тридцатью серебрниками, которые были даны, с другой стороны, почему он выбрал именно такой вызывающий наглый способ предать Христа именно поцелуй, что он подошел к Иисусу, поцеловал, приветствуя его. И именно если говорить современным языком, кто был Иуда, и какую должность он занимал, то на современный язык это, можно сказать, бухгалтер, банкир, человек, который управляет финансами, и этот человек управлял финансами среди учеников, ему была дана такая, можно сказать, роль, хотя писание нам говорит о том, что у него была вот эта слабость к деньгам, сребролюбию, но в то же время можно заметить, что именно ему отдана была вот эта должность управлять финансами, то есть зная его слабость, мы знаем, что Иисус знал его слабости, но именно ему была отдана эта должность, и он управлял этими финансами, и самая важная мысль этого вопроса, это то, что он вел, как описано в примечании, он вел поверхностную христианскую, поверхностную религию, он находился рядом со Христом, но он не отдал ему свое сердце, и в этом вопросе я бы хотел подметить работу сатаны, когда сатана дает нам мысли, когда в аскетике работа сатаны обозначается таким способом, что сатана воздействует на наши слабости, на наши страсти, на наши желания, какие у нас есть, если мы не побеждаем их, это же было сказано в молитвенных чтениях на прошлой неделе, когда мы читали, что все, что мы не победим, в конце концов, нас уничтожит, и вот эта слабость, которую имел Иуда, он не победил ее, и этот план, который, как было сказано братом, что этот план он вынашивал давно, и это был далеко идущий план, потому что человек, который управляет финансами, это не может быть глупый человек, и он вынашивал этот план, и его действия, которые объясняются последующие, уже, что он расстался со своей жизнью, когда он узнал, что Христос не собирается воцариться, он предал Христа с той целью, чтобы быстрее привести Христа к власти, потому что как и Иуда, так и другие ученики, они все ожидали, что Христос, он займет земное царство, он построит империю, и в этом контексте из такой идеи был Иуда, что он займет высокую должность руководителя финансами, и в этом контексте он разочаровался, когда узнал, что Христос, он не будет царствовать, и, конечно, те 30 серебряников, они уже для него не имели никакой ценности, и поэтому сатана воздействует на нас через наши слабости, если мы нашу жизнь не доверим Господу, как это было и с Иудой, и можно сказать, это двоящиеся люди, которые двоятся на путях наших, и во многих аспектах нашей жизни, мы поступаем точно так же. Вроде мы находимся и с Богом, но, с другой стороны, мы преследуем какие-то свои цели, это, может быть, не такие яркие цели, как были у Иуды, но мы также предаем нашего Господа, и сатана выполняет свою работу, поэтому нам дан здесь этот урок, урок предательства Иуды. Имеет еще кто-то дополнение? Если же нет, перейдем к вопросу Б, как это было представлено в пророчествах. Стихи из Псалма говорит, что тот, который ел со мною хлеб, поднял на меня питу. То есть, видим, что это был самый близкий человек, от которого не ожидаешь такого отношения, и то, что он целованием предавал, это говорит о том, что он не хотел быть замеченным, чтобы ученики не поняли, что он является предателем. И также относился к Иисусу, но видим, что внутри у него были совсем другие планы, и он пытался извлечь выгоду из того, что он знает Иисуса. Именно это самое больное для человека, когда ты ему доверяешь, а он не оправдывает твоего доверия и пытается тебя использовать для каких-то корыстных целей, чтобы извлечь личную выгоду. Благодарность имеет черное дополнение. Если подытожить этот раздел, то этот раздел говорит о нашем неизмененном и необращенном внутреннем мире. Если мы приходим ко Христу, но остаемся с нашими же взглядами, с нашими же привычками, потому что касательно Иуды также написано, что он был вор. И вот эта слабость его, она в конечном итоге уничтожила. И сатана, конечно, имел на это влияние и воздействие. И также и мы, если не изменим, придя ко Христу, не попросим его, чтобы он изменил наш внутренний мир, и чтобы он помог нам победить и избавиться от наших вредных наклонностей и привычек, то наша участь будет такая же, как участь Иуды. Перейдем ко второму подзаглавию. Как бы Иуда был одним из учеников Христа, но были ученики, которые были ближе ко Христу, как это было уже сказано, были любимые ученики. И второй раздел нам говорит, что оставленный близким другом. У нас есть знакомые, приятели и предательство, когда с их стороны это, оно окажется нам не таким, как бы чувственным, мы его не так чувствуем, но когда нас придет близкий друг, что мы испытываем. И также здесь был близкий друг у Христа. И вопрос А, когда Иисус сказал своим ученикам, что они все соблазнятся о нем, на чем настаивал Петр? И что дальше открыл Иисус? Можно? Да, пожалуйста. Стихи нам говорят о том, что Петр сказал ему, что если и все соблазнятся, но не я. И говорил ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Но говорится, что он еще с большим усилием говорил, что он не отречется от него. И так же и все ученики говорили это. Да, благодарность. И вопрос Б дополняет этот же вопрос, как исполнились слова Христа. Нужно подметить, что слова Христа, они все исполнялись и будут исполнены. Для нас очередное доказательство. Кто продолжит эту историю? Исполнились и при то дословно, с большое сожалению, пламенный ученик, который так уверенно себе выручал и говорил, в час кризиса, когда его посочили с пальцами, он не просто отрекся от Господа Исуса, он отрекся с клетвами. Переводя на нашего язика, он с самыми грязными словами отрекал своя связь с Исуса, с его любимого. Потому что он пошел по една трапу, которая опасна и точно ведет до этот момент. За разница от Иоанна, он не пошел открытый, он пошел скрытый, надея на себе маску, и в час кризиса сатана успел, конечно, его победить. А он заработал этого, не слышал Господа Иисуса Христа давным-давно, но самое страшное было, как он спал в времени гитсимани, когда надо было бдить, и мы надо будем очень внимательно думать Господа Иисуса Христа для нас за такие кризисные моменты. Да, благодарность. Можно? Да, пожалуйста. Вы знаете, я здесь обратила внимание вот в первом вопросе, ну, в вопросе, да, что Христос хоть и сказал им, что они все отрекутся от них, но тут же он их утешил. Тут же он сказал им о том, что, но если читать современный перевод Библии, да, вот 28 текст, по воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее, это то есть значит, что я буду ждать вас там, вот, он им назначил встречу, то есть он не сказал, что вы предатели и можете меня больше, я вас знать не хочу, вот вы такие плохие, да, а он говорит, что я вас все равно буду ждать, он дал им надежду этими словами, что он уже заранее их прощает, за то, что они его предадут, насколько велика была его милость и его желание их утешить даже заранее. Да, благодарность, нам предложено уже все, нам нужно только воспользоваться. Интересный момент, что Петр действительно готов был сражаться за Иисуса, и когда пришли арестовывать Иисуса, он готов был с мечом в руках защищать его, и он даже не допускал мысли, что он может поступить таким образом, как говорил Иисус, и ему даже неприятно было думать об этом, но когда сложились такие обстоятельства, что он остался один на один на смешке толпы, подозрения, презрения, и вот это общественное мнение, он не готов был побеждать против того, что скажут люди, и видим, что иногда мы готовы сражаться в каких-то экстремальных ситуациях, то есть когда есть поддержка, но когда мы один на один, то мы можем поступить так, как Петр. Если посмотрим на этих двух учеников, которые были рядом с Иисусом, оба как бы предали его, один и другой, но один строил планы, как это сделать, извлечь выгоду, а другой даже не допускал мысли, и он как бы оказался в таких обстоятельствах и отрекся от Иисуса и только потом понял, что он сделал, и он сожалел об этом, то есть он плакал, и Иисус не зря говорил, что Петр молился о тебе, что когда ты обратишься, утверди братьев твои, то есть именно видим, что есть моменты, когда мы падаем, когда мы спотыкаемся, но мы сожалеем о том, что произошло, то есть это не был запланированный грех, что я это сделаю, а потом Бог меня простит, то есть человек оказался в такой ситуации, когда ему самому было от себя противно, и он убежал к Гефсиманию, молился, сокрушался об этом, и действительно он был проще. Да, благодарность. Я бы хотел подметить еще два момента, один момент короткий, это одно предложение из второго примечания, из примечания вопроса Б, ученики Христа были известны чистотой своей речи. Видим, что людей, которые ходят со Христом, которые живут жизнью со Христом, то они всегда должны отличаться чистотой речи своей, как это было с учениками, и взять, ну, если молодое поколение, о ком из нас могут сказать, что мы отличаемся чистотой речи. Это важно подметить, чтобы мы следили за своей речью, чтобы она была чиста, чтобы нигде не оскорбить нашего Господа. Второй момент, в чем крылась именно причина вот такого поступка Петра? как вы думаете? Он надеялся на себя, на свои силы, на свои возможности, и как бы не допускал мысли, что ему нужна помощь извне, что он сам справится. благодарность. Именно об этом я хотел сказать, что мы когда я учился в миссионерской школе, мы когда проходили вот эти моменты, то мы изучали, что у сатаны есть подделка на каждую настоящую истину, записанную в Библии. в данном случае это подделка, которая также обладала этот ученик. Ученик этот был ревностный был, как мы знаем, из его жизни, но ту веру, которую он имел, это не была вера, которая полагается на Господа, это была самоуверенность. Именно вот такие подделки используются на Библии написано вера, Бог, сатана использует самоуверенность. И у сатаны есть подделка на каждую настоящую истину, будь то в Библии написано субботу, сатана использует воскресенье. Как бы в Библии написано, что мы должны вспоминать смерть Христа, сатана использует рождение Христа, использует этот праздник, в своих целях. И видим, что сатана никогда не дремлет. И эти, если можно взять даже историю из Библии, что сатана, он всегда рядом, когда мы надеемся на себя. В данном случае Петр надеялся на себя, и сатана был рядом, и Петр пал. И сатана также находится и на наших собраниях, и там, где мы дома, где мы на работе. Священное Писание пишет нам в книге Иова, написано, что когда ангелы и все небесные небожители собрались перед лицом Божиим, туда явился и сатана. Но для чего сатана явился на, можно сказать, такое служение? Для того, чтобы опять же использовать свои и осуществлять свои злые намерения. Также он осуществляет злые намерения и в нашей жизни сегодня. В каждом моменте нашей жизни мы ходим именно по вот этим тонким граням между истиной и поделкой, между тем, когда мы нуждаемся в Господе и когда мы полагаемся полностью на себя. Поэтому этот подраздел нам записан для того, чтобы мы полностью полагались на Господа и когда мы будем полностью полагаться на Него, тогда мы сможем избежать вот этих уловок сатаны. И вопрос В подытоживает этот подраздел, как авторы Ветхого Завета выразили это чувство, когда его все оставили и почему Иисус допустил это? Кто желает ответить? Вычитаем, Давид пишет, что ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Также пишет в другом месте, что чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Этими словами показывает, насколько тяжело было, как было больно. Иов также пишет, что братьев моих он удалил от меня и знающие меня чуждаются меня, покинули меня близкие мои, знакомые мои, забыли меня. Такую достаточно не только может понять тот, кто пережил такое предательство и отвращение со стороны близких людей. То, что пережил Христос. Мне кажется, даже никто на земле не может из людей в полной мере сказать, что я пережил то же самое. Потому что то, что пережил Христос, его мучения, его вот та борьба, и вот то, когда он говорил, что и отец отвернулся, то это было больно. И почему Иисус допустил это? Для того, наверное, чтобы показать нам на самом деле ту его огромную-огромную любовь к нам. Ради чего он пришел на эту землю? Ради того, чтобы пострадать, ради того, чтобы быть униженным, и все это ради нас, чтобы мы могли получить вот то спасение и отчутить на самом деле любого Господа каждому, несмотря на то, что мы предатели на самом деле. Если мы грешим, то мы предаем. Каждый наш грех это есть предательство, но Христос никогда от нас не отворачивается. на самом деле показало вот это вот. Все то, что с ним происходило, этим была показана его спасительная любовь к нам. Да, благодарность. Я хотел кое-что дополнить, если удобно. Да, пожалуйста. Такие рукавые события или моменты в Библии имеют так как глобальное пророчество, за которое сестра так внимательно объяснила, но если эдропанельная большая картина, если маленькая картина в реальное время, мы знаем ситуацию со 70, которые, когда слышали слово от Господа, им сказал, о, это очень тяжело, и они шли от его. Тогда был разговор между его и его учеников, и он их спрашивал в прямом тексте, и вы ли хотите, что сказал именно это же Петер, у тебе есть слово, вечная жизнь, никуда мы не хотим идти, а он их предупредил за эти все соблазны, за эти все моменты. Вот мы надо будем очень внимательны, потому что Божье слово правда многопластовое, многовалентное, оно открывает большие картины и мелкие картины, мы надо будем действительно очень внимательны, особенно сейчас последнее время, когда нам грядет маленькая скорбия, и испытание подобного на эти, которые были первых учеников. Благодарность. вопрос был освящен, перейдем к третьему подразделу, презренный и отверженный людьми. Что произошло со свидетелями, которых привели первосвященники, чтобы свидетельствовать против Христа? первосвященники использовали людей, это было уже немного об этом было сказано в предыдущем уроке, как они использовали людей. Если можно, здесь говорится о том, что первосвященники нанимали лжесвидетель для того, чтобы они говорили клевету на Христа. Но в принципе все, на что было, что эти люди могли придумать, ничего не могло дотягивать на смертный переговор. И поэтому все эти лжесвидетельства, они были ничтожны, и как бы они не могли служить каким-то доказательствам или осуждением на то, чтобы Христа предать смерти. Поэтому здесь нам говорится, что там даже нашлись лжесвидетели, которые говорили о том, что Христос сказал, что Он разрушит храм. Но даже этого было недостаточно, потому что эти слова были просто неверно истолкованы. В принципе, все, что не делали книжники и фарисеи, ничего им не могло помочь для того, чтобы осудить Христа на смерть. У меня все. Да, благодарность. Еще один момент, если позволишь. Да, Сколько вам не будет так смущающе, но это факт. В принципе, инквизиции, которая нам известна, цел оправдать средства был использован именно в этот момент, что сказал и тот кто правосвященник. Вы иногда думаете о том, что получше он умрет, чем весь народ мы потеряем. И они прибегли до все эти гнусные, абсолютно отвратительные перед лицо Бога и человеки методы, чтобы якобы обвинить Иисуса Христа. Цел оправдает средства. Мы иногда будем очень осторожны именно в это отношении. То и случилось тогда. Так по такому начинку будут использовать это все среди нами. И как говорится, мы надо страдать как таких, которые нету основания, зачем они зацепиться. Потому что если они прибегут такие средства, тем более страшно будут основания в нашей христианской жизни, если она лицемерная, неполная, нечестная. Тогда какие свидетели мы будем? именно в этом контексте наши слова, которые мы будем говорить, люди будут неправильно истолковывать и нас обвинять в том, что мы будем говорить. Поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, что мы говорим, как мы говорим. конечно, люди, которые хотят использовать их против нас, они все равно найдут, как их использовать, но мы также к этому должны быть внимательны. Каким был ответ Иисуса, когда его спросили, является ли он Христом, Сыном Божиим? И как первый священник воспринял эти слова? Когда его обвиняли первый раз, как бы он молчал, но потом, когда священник опять стал его спрашивать, он тогда ответил, ты ли Сын Божий, благословленный, как бы. Он сказал, я, он тогда сказал, я, и тогда говорите, вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную с силой и грядущего на облаках небесных. Тогда священник когда слышал это, он разодрал свою одежду и говорит, что еще надо, мол, он же сам как бы осудил себя на смерть. И не должны, ну, уже никакие свидетели не нужны, он уже сам осудил себя на смерть. Да, благодарность богохульства народе израильском каралось смертной казнью, а богохульников по правилам народа израильского должны были побивать камнями. А также здесь еще подчеркивается момент касательно первосвященника, кто бы мог подметить этот момент. Как первосвященник воспринял эти слова и что он сделал? можно? Да, пожалуйста. Говорит, что священник разодрал свои одежды и сказал, на что еще нам свидетели, вы слышали богохульство? Да, благодарность. И если изучать книгу Левит, то в 21 главе в 10 тексте написано, что священник ни при каком случае не имел права первосвященник разрывать свои одежды. И согласно законам, их же законов, которые они имели в народе израильском, этот первосвященник сам приговорил к себя, осудил себя согласно закону Божьему. И как исполнилось просто Исаий на суде Иисуса? Мы видим, что на протяжении вот этих трех разделов мы изучаем вопросы и видим, что это же было описано в пророчествах. Пророчества и подтверждения для нас. Перед то, что если позволь же, Брэд, перед то, что продолжили, я хотел кое-что пояснить. Чисто еврейская лексика, когда был задавлен этот вопрос, он был задавлен имени Всевышнего и именно поэтому Христос ответил. Но когда он отвечал по еврейски начин изражения, он сказал «Ты сказал». Кому он говорил первосвященника «Голос Бога, голос народа». То есть «Голос Бога среди народа». Переводил на наш современный язык, это звучит. Он ему дал шанс остановить все. А типа «Разве ты не понимаешь, что сейчас говоришь?» надо будешь именно в самый глубокий прозорливый в этот роковой момент, а ты все это сделал среди меня. С кем ты сейчас? Кому ты ногу поднимаешь? И большая разница между Павел, с которым был подобный разговор, кому ты сейчас нападаешь или с нога ритаешь? И Павел покорился, соответственно, первосвященник пришел на подобное театральное действие, которое уничтожило сразу, его право будет первосвященник. Вы видите, я раньше сказал за раввинов, за саддукеев, они были готовы идти на уничтожение весь народ, чтобы только уничтожить этого человека. Здесь первосвященник готов разбить весь священническое служение, только чтобы уйти с глазами. Это показывает сатанинское деяние, сколько оно глубоко, и когда обхатит человека, он идет до полного конца своего самоуничтожения. Вот и все. Да, благодарю на хорошее дополнение. Кто может на вопрос ответить? Короче, что Исаи. что говорил Исаи именно за этот момент на суде? Здесь стих говорит о том, что он был презрен и умолен перед людьми. он истязуем был, пострадал добровольно и не открывал уст своих. Там приводится пример, как овса был введен на заклане. И здесь говорится в примечании о том, что Христос стал объектом насмешек, издевательств, оскорблений и ненависти. Он отдает себя в жертву за грех. И когда оскорбляют, он не угрожает. Когда его лично обвиняют, он не открывает уст своих на кресте Иисус молился за своих убийц. Он умирает за них. Христос платит бесконечно высокую цену за каждого из них. Он безропотно терпит наказание за грехи человека. И эта безропотная жертва есть Сын Божий. Вот как бы Исаий говорил об этом. Да, благодарность. Вопрос освещен. Передем к четвертому подзаглавию. Оставленный угодником людей. Угодник людей это любимец, правитель. И кто это был? Каким было отношение Пилата к молчанию Иисуса? Я хотел добавить кое-что. Смотрите, фариенты, когда кого-то обвинили, обычно они реагировали очень эмоционально, экспансивно, они защищались, ракумахали, там вообще телодвижения разные. Действия Иисуса Христа поражали глаза этого языческого владетеля. Он по никакому значению не реагировал в своей защите, он гирил диалог, и даже он сказал, кто тебе этого сказал, ты сам гиришь, это правда, это истина, ты хочешь узнать это все. Это действительно подвигло сердце филатов это отношение. И это надо будет пример за нас, как мы надо стим перед гостей, когда придет наше времени, в ответ нашей вере. Да, благодарность. Дим, что он смиренно стоял, не оправдывался, не защищался, и даже такого, можно сказать, это был великий правитель на то время, его подчинение было множество людей, и его это привело в изумление, и через вот этот момент, и к нему стучался даже Иисус, его сердце, чтобы также он имел эту возможность сделать этот выбор. Нет, чуть затягиваю. Имеет кто дополнение? Здесь я хотел бы сказать, вот примечание очень хорошо говорит о том, что Пилат был убежден в том, что имеет дело с каким-то тайным заговором, составленным с целью уничтожить невинного человека, в чем-то мешавшего иудейским правителям. То есть то, что было сказано немного раньше, действительно поведение Христа говорило о том, что он ни в чем не виновен. И так как Пилат был человек неглуп, он прекрасно, я понимаю, что разбирался в этих узниках, в злодеях, и он понимал, что этот человек точно ни в чем не виновен. Но так как его хотят убить и прибегает к таким нелепым обвинениям, которые они выдвинули против него, то он прекрасно понимал, что этот человек просто неугоден этим правителям, и поэтому они любыми путями пытаются избавиться от него. как Пилат попытался спасти Христа. Все-таки была в нем вот эта нотка справедливости, что он видел, что этот человек не виновен, и он хотел воззвать толпе к кому-то здравомыслив этих людей. и что он попытался сделать? Он вспомнил один из обычаев народа, и попытался таким образом хоть еще воспользоваться этой возможностью спасти Христа. Он предложил им между таким очень нехорошим человеком, разбойником и Христом. Выберите себе, кого вам освободить на праздник. вот он думал, что хотя бы таким образом сможет как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Благодарность. Одно и другое момент, брат. Это была первая фаза его опыта. Вторая фаза была уже противозаконная. Когда он увидел, что этот механизм не работает, он дошел до того, что бичует Иисуса Христа. И это уже было абсолютно против римской права. На Денева, первое него, когда они выбрали ворова, явного террориста средств римской власти, неважно от всей стороны, римской власти, он реально бичуал Иисуса Христа, сделал двойное преступление. Поэтому и потом этот император потерял свою позицию. Однозначно. Да, благодарность. Интересный момент, что по сути Пилат предложил этой толпе выбрать между Христом или воравой. Это они сделали свой выбор. И этот ворава сопровождал их по жизни. в 70-м году, когда Иерусалим был разрушен. Это ворава пришел к ним. И многие гонения были на евреев, на их детей, на их потомков. И то, что произошло уже в 45-м году, когда сжигали людей. Все это выбор, который делают люди, которые не принимают Христа. И по сути Господь предлагает нам выбрать или Христа, или вораву. И мы делаем выбор. Или принимаем Христа и с ним мир, любовь и радость исцеления. Или выбираем другую силу, которая сопровождает нас по жизни, и она в конце концов убьет нас. Поэтому Пилат мог сделать это своей властью, своим авторитетом, но он не воспользовался этим и тем самым лишился тех благословений, которые он мог бы получить. Да, благодарность. Я бы хотел еще подметить опасность находиться в толпе. Сейчас мы живем в такое время, когда в разных странах происходят разные митинги, разные скопления людей, которые борются за какие-то идеи. И когда ты попадаешь в такую толпу, если можно понаблюдать за событиями, которые происходят в Америке, вроде люди борются за какую-то хорошую идею, но насколько они становятся одержимыми, что они начинают разрушать все, что становится на их пути. И также и в этом случае одержимость толпы, вот этой, которая была там, она дошла до той ярости, что в следующем вопросе мы более раскроем этот момент, что эта толпа уже вот предела их ярости уже не было. И что сделал Пилат, несмотря на то, что был убежден, что Христос невиновен и почему. Как уже было сказано, он имел власть не осуждать Христа, но что он сделал? Я продолжу свою мысль, если кто-то другой не берет. Пожалуйста. Он, как сказал, сделал двойное преступление и передал Иисуса на бичувание. Ну никакое же, на такое, которое надо было варава. получить. И это сделали с Иисуса. И дальше он продолжил. Когда этого не помогло скобками, он вымил своими руками, это стало нарицательнее, как якобы он не причастный к этим делам, а он был слишком причастный, потому что история говорит нам, есть одна книга, вы на русский язык имеете ее, Христос в истории. Он был знакомый очень глубоко с ситуацией Христа со злого фарисеев, Седукеев срещу его. Его супруга молила, которая была прохристиански настроена за правильное действие, но он тоже был упрямый. Пилатус идет от копия, он был очень упрямый, грубый и невездержанный человек в много отношения и допустил ръковая шипка и потом, конечно, предал Иисуса Христа на разпятие. Он падал самотълпием. История нам докладывает, что он это сделал от малодуши, от страха. Он ожидал воинской части, которая придет и поможет, потому что Ферусалим тогда был с маленькой, он пугался от бунт, который представит его зле пред императора, он пугался за свое будущее судьбе. Потом он потерял все, предав Иисуса нараспет. Ну, я просто маркировал несколько моментов, потому что время не идет. Да, благодарность. Действительно, он по трусости своей, он сделал вот такой поступок, он умыл руки свои. Видим, что та одержимость, о которой я говорил, что толпа, если бы даже он решился на этот шаг, то он видел, что толпа настолько настроена, что они сами готовы были разорвать уже прямо там совершиться на суд. И также примечание последнее предложение, говорится, сколько людей, подобно Пилату, жертвует принципами, чтобы избежать потери или страданий. Совесть и чувство долго указывает один путь, а свои корысти другой. Это уже касательно нашей повседневной жизни. И вопрос заключительный этого раздела, пятый подраздел, Бог никогда не оставит нас. Как проявилась человеческая природа Христа, когда он умирал, и как Христок смог обрести победу над чувством, что его все оставили? Если посмотреть на этот путь, который он прошел от Гефсимании до Голгофа, то действительно потихоньку, потихоньку его оставляли ученики, оставляли как бы руководство тогдашние церкви, саддуки, фарисеи, оставляли люди, оставляло государство в виде Пилата, и видим, что по сути он пришел на Голгофу один, без поддержки, без никого, и именно вот это его больше всего угнетало, когда ты не имеешь поддержки, когда ты не имеешь рядом плеча, на который ты можешь опереться, и когда он уже был на Голгофе, то чувство, что и Бог его оставил, это было самое тяжелое, самое такое невыносимое, и вот эти последние возгласы, Боже мой, для чего ты меня оставил, это был крик души, который показывал, что это самое страшное, что может быть в жизни человека, если Бог тебя оставит, но несмотря ни на что, все-таки Господь незримо присутствовал с ним, хотя и отвернулся от этого всего, и в виде мрака было сокрыто лицо Божье, но видим, что Господь получал ту силу, чтобы вынести эти страдания, и пишет, что единственный, кто поддержал его там на Голгофе, это был разбойник, который был распят вместе с ним, и это была единственная надежда, которая помогла Иисусу умереть на Голгофе, что он не зря умирает, но есть люди, которые действительно признают его Господом, что он единственный был, который признал его, который принял его, и даже защищал его от второго разбойника, который висел с другой стороны, по сути, он висел между двумя категориями людей, те, которые поносят Христа, и те, которые защищают, и оба виноваты, оба осуждены, но одна категория будет спасена, а другая будет осуждена, поэтому Господь ободрен этой мыслью, что есть люди, которые поддерживают его, он испустил дух и сказал, совершились. Благодарность. Брат, здесь есть очень глубокие богословские вопросы, конечно, время не позволит их развить, но хочу маркировать несколько из них. Когда наш Господь знал, что его человеческая природа, ее предстояло полное раздел с Богом в лицо второй смерти за наше спасение, мы надо понимать два момента, и на физическое основание он 14 раза упал по это вилла до Роса, по этот путь до Готи, два раза по всем, это в полности, он был мега истушенный, и он шел за пределы своей физической возможности, это ожидает и нас, с упования Бога он шел вверху, такое ожидание от нас в последнее время не будет, за пределы нашей физической возможности следуя за Христа, он поможет, и чтобы тревожиться, что пред нами истуканами большие, горы большие, мы не можно справиться, по отношению духовной терзани, вот это неуписимое, это вечности мы будем изучать, и по никакому начинку мы не можно скомментировать, но два момента важные, Дух противства нам показывает в жизни Иисуса Христа первое испытание, которое было в пустыне, что грех был принес на его плечи, он почувствовал, когда надо было бороться с аппетитом, его неправильного аппетита имею ввиду, и победит там, где упал Адам, потом Гитимане, в полности победил, в полности победил, и мир обретела его душа, а сейчас на Голгота он надо было констатировать, да какое глубокое посвящение идет факт, что когда он принял, чтобы истить насмерть за нас, он не можно уже увидеть лицо своего отца, это самая глубочайшая, как и брат маркировал, боль, которая мы полные грехов, с нашими компромиссов, мы давним-давно потеряли светости, это нежное тихое общение с нашего отца, он никогда его не терял, если мы имеем чуть процент, как говорится, от этого осушения, мы никогда не пойдем в мире и всех остальных вещей, и нам будет безинтересно, как комментировать наш характер или что-то другое, мы будем следовать за Иисуса Христа на смерть. Благодарность. Хорошее дополнение и очень глубокий вопрос касательно смерти Христа, много есть дебатов и дискуссий на эту тему, действительно это требует большего времени, который мы, к сожалению, не располагаем, поэтому перейдем к вопросу Б, к заключительному этого урока, хотя мы можем быть оставлены самыми близкими и дорогими нам людьми, что Бог обещает нам? Наставление для нас, поддержка, что записано в Библии. написано, что даже если отец и мать оставят тебя, то я приму вас. И в евреях тоже говорят, не оставлю вас и не забуду. А в Исаии говорят, что вы начертаны на моих дланях, и я никогда не оставлю вас. А примечание мы тоже, когда читаем, мы нас как бы подбадривает, что мы всегда должны довериться Господу Богу. И он шаг за шагом приведет нас на тот путь верный. И мы всегда должны держаться за руку Христа, чтобы наша рука всегда была с Христом. И тогда он говорит, вы не упадете под натиском разочарований, потому что все больше познаний Господа, доверяя ему, вы будете уверены, что тот, кто никогда не оставит тех, которые доверяют ему, является вашим постоянным помощником. и в любых трудностях он никогда не оставит своих детей. Да, благодарность. Мы изучали урок о предательствах, о том, как Сын Божий, наш Спаситель, был отвергаем, презираем своим же творением, но также мы знаем, что через многие страдания нужно будет прийти и нам. Поэтому изучая эти уроки из жизни предательств и других людей, мы должны принять на вооружение то, как Сатана делает свою работу с нашими желаниями, с нашими страстями, с нашим внутренним миром, если мы не поколимся Христу. Также нам дано заверение, что Бог никогда нас не оставит. Так же, как был предан Бог, так же будем и преданы и мы в нашей жизни, нашими близкими, нашими друзьями, когда придет время твердо стоять на нашем основании, если мы сможем твердо устоять, а под каким предлогом мы сможем устоять в первом примечании, здесь говорится, что веруя, Христос стал победителем. Так же и мы, если будем верить, сможем выйти победителями в этой борьбе, в этой битве, и за эти уроки, за эти наставления воздним Господу чести и славу в веки и вечной Аминь. Продолжение следует...